В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Глава муниципалитета поздравил победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Очень талантливые ребята, очень светлые ребята, причем хорошая голова, хорошая речь, немецкий язык или история. В центре социального обслуживания «Вера» прошла лекция «Осторожно, мошенники». Не стоит там разговаривать или в диалог, если вам позвонили, там говорят, мы там с администрацией, вам требуется выплата какая-то должна быть. Ну, это чаще всего это мошенники. Поздравляем с победой! Видновский металлург вновь стал обладателем Кубка России по мотоболу. Глава муниципалитета Алексей Спаский встретился с победителями, призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Успешное участие в этом соревновании знаний помогает поступить в самые престижные вузы. Встреча прошла в библиотеке Видновской гимназии. В неформальной обстановке за чашкой чая глава муниципалитета Алексей Спаский пообщался с призерами Всероссийской Олимпиады школьников. Это, скажем так, высшая ступень нашего образования, нашего Ленинского округа. Очень талантливые ребята, очень светлые ребята, причем хорошая голова, хорошая речь, немецкий язык или история. И те мысли, куда они хотят пойти дальше учиться, куда хотят развиваться. В общем-то, дорогого стоит. Очень хочется пожелать такого уже большого успеха и в высшем образовании, но и в дальнейшем профессии. Ребята рассказали главе о том, как выбирали предмет, какие качества помогли им достичь такого результата, о сложностях при подготовке и ярких моментах Олимпиады. Тот опыт, который я получила, он просто бесценный. Даже если я там стала просто участником, я получила общение, возможность общения с бесконечно талантливыми людьми. Ада Ворожун стала призером Олимпиады по немецкому языку. В будущей профессии, говорит девушка, язык гет и ей пригодится. И проверить свои знания она считает важным. Олимпиада нужна просто для тренировки, чтобы поддерживать язык. То есть не было изначальной цели как-то куда-то выходить. Изначально хотелось проверить себя на прочность, скажем так, ну и проверить, докуда я могу дойти. Еще один поклонник немецкого, учащийся в Видновской гимназии Андрей Аксенов, также взял призовое место в этой категории на Всероссийской Олимпиаде школьников. Юноша изучает язык с первого класса и продолжает совершенствовать свой уровень знаний, даже в интервью с нашим телеканалом. Как это переводится? На встрече присутствовали и родители школьников, которые рассказали о том, как поддерживали своих детей и волновались сами. Я, конечно, тоже очень переживала, потому что он переживал. И хотелось, чтобы у него все получилось, потому что он понимал, что это последний год, когда он может получить какой-то бонус от этого и поступить уже спокойно в ВУЗ. Поэтому переживали очень, но все закончилось успешно. У молодых людей большие планы на будущее и высокие задачи. А успешное выступление на Олимпиаде поможет поступить без экзаменов в любой российский ВУЗ. Наталья Вуслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Депутат от 15-го избирательного округа Станислав Раченко встретился с жителями деревни Белиутово. Владельцы домов рассказали об основных проблемах территории. Особенно людей беспокоит состояние дорог. Сегодня мы, в частности, здесь по деревне Белиутово выявили 8 проблемных точек, которые сейчас возьмем на контроль и будем первостепенные задачи ставить, чтобы решить. В частности, дороги, детские площадки, ремонты, тротуарная зона. Сеть тротуарных зон здесь была сделана в прошлом году. Сейчас требуется немножко обновить дорожное покрытие. Ну и, конечно, уборка. Уборка на территории – это важно. В первую очередь в Белиутове проведут ямочный ремонт на проблемных участках улицах, а также очистят кюветы грунтовых дорог, чтобы организовать тротуары там, где их пока нет. Как отметил Станислав Раченко, остальные проблемы жители учтут при внесении поправок в бюджет муниципалитета. Уже в июне станет известно, какие еще белиутовские проблемы удастся решить в этом году. Мы благодарны Станиславу Николаевичу, территориальному отделу. С нами работают, с нами общаются. Кроме того, местные жители пожаловались на неаккуратный и нерегулярный вывоз мусора. Эту проблему народные избранники также возьмут на контроль. «Осторожно, мошенники!» – лекция под таким названием прошла в Центре социального обслуживания «Вера». Ее организовали представители Общественного совета прием ВД России по Ленинскому городскому округу. Цель встречи – еще раз обратить внимание пожилых людей на различные приемы и действия, которым прибегают мошенники, чтобы завладеть деньгами пенсионеров. Послушал лекцию и наш корреспондент Максим Козлов. Жизнь в Центре социального обслуживания «Вера» течет своим чередом. Кто-то проходит лечебные процедуры, а кто-то занимается в хоре. Но сегодня в расписании заведения лекция. Поводом для нее послужил недавний случай – пожилую видновчанку мошенники лишили денег. Чтобы старики не попадали в ловушки, расставленные нечистыми на руку людьми, и проводятся подобные беседы. Мы стараемся проводить такие встречи регулярно. Нужно информировать, особенно граждан пожилого возраста, что надо быть бдительными, никого не пускать постороннего, ну, чтобы мошенники не воспользовались их доверчивостью. В лекции об опасностях, которые могут подстерегать пожилых людей, принял участие Александр Брагарь, участковый полицейский ОМВД России по Ленинскому городскому округу. Основной упор в беседе был сделан на то, что ни в коем случае не стоит вступать в диалог с незнакомыми людьми. Ни если они стучат в двери, ни в случае телефонных звонков от посторонних лиц. Люди не приходят на дом и не предлагают какие-то там выплаты или уведомляют, в том числе и по телефону. Не стоит там разговаривать или в диалог, если вам позвонили, там говорят, мы там с администрацией, вам требуется выплата какая-то должна быть. Ну, это чаще всего это мошенники. Статистика говорит о том, что практически каждый взрослый россиянин в том или ином виде сталкивался с мошенничеством. Но если подавляющее большинство умеет распознавать такие действия, то нередко именно люди старшего возраста становятся жертвами преступных действий. О своих случаях общения с мошенниками рассказали и участники встречи. Вот недавно были, что подружка в аварию попала, нужно срочные деньги, лежит в больнице с переломными ребрами, с головой кровь течет. Если бы были у тебя переломные ребра, ты бы слова не могла сказать, потому что знаешь, что такое переломные ребра. Подобные лекции являются иллюстрацией поговорки «Знание – сила». Чем больше разъяснительной работы ведется с людьми пожилого возраста, тем меньше шансов у мошенников добиться своих преступных целей. В эти праздничные майские дни в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны побывали представители администрации, депутатского корпуса, территориальных отделов муниципалитета. Фронтовые песни, подарки и добрые слова поздравлений прозвучали и в адрес участницы битвы под Сталинградом Раисы Степановны Харлановой. Подробности в репортаже нашего корреспондента Галины Житковой. Расторгуевская часть города Видное, улица Первая Набережная. Здесь проживает участница Великой Отечественной войны, медсестра фронтового госпиталя Раиса Степановна Харланова. Донская казачка завершила свой боевой путь младшим сержантом, участвовала во взятии Берлина. В последние годы как-то она все чаще вспоминает и действительно говорит, что не дай бог, чтобы такое повторилось. И рассказывает о тех ужасах, говорит, что всем нам нужен мир на земле и для нее День Победы – это праздник особенный. Поздравить ветерана и вручить памятные подарки приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Вместе с творческой фронтовой бригадой знаменитую песню, давно ставшую гимном праздника, спели все участники практически семейной встречи. Сегодня мы в гостях у участника Великой Отечественной войны, одной из 12 тех, которые у нас остались живых на территории Ленинского округа. Мы договорились с моими коллегами, что мы до каждого из них, всех, кто не смог прийти на какие-то торжественные мероприятия, дойдем, что называется, своими ногами. Вручим подарки от себя, подарки от Андрея Юрьевича. Мы видим, что Раиса Степановна полна сил, и вот сейчас вместе с нами исполняла песню День Победы. Памятных подарков в этот день было немало. Теплые строчки пожеланий для героини той страшной войны подготовили юные жительницы города. Внимание и забота так растрогали ветерана, что праздник получился действительно со слезами на глазах. Я отчасти виноват, что потеряны все ее медали. Она давала мне играться ими. Ну и, естественно, мальчишки. Правда, она запрос отдала, она не успела получить копии. Сами документы-то все имеются, а вот, к сожалению, сами награды, которые можно на грудь для того, чтобы вот такой день показать, этого нет. Раиса Степановна воспитала троих детей. Все заслуженные и уважаемые люди в Ленинском городском округе. Участница Великой Отечественной войны – трижды бабушка, и у нее подрастают пятеро правнуков. Своих победных рубежей она достигла также и в мирной жизни. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В конце апреля восьмилетняя жительница Ленинского округа Аделия Загребина одержала победу в самом известном вокальном конкурсе страны – телепроекте «Голос дети». Она стала лучшей среди 45 участников, а всего на конкурс было подано свыше 30 тысяч заявок. Поздравить юную звезду с большой победой приехал глава муниципалитета Алексей Спаский. Свет софитов, мужество камер, громкие аплодисменты и заветная статуэтка в руках. Аделия Загребина из Ленинского округа всего восемь, но она уже победительница шоу «Голос дети». Сейчас уровню ее вокала позавидуют даже взрослые, а начался путь к этой большой победе два года назад. Ей было шесть лет, и мы смотрели «Голос дети», и Аделия меня спросила, мама, почему детки там, а меня там нет. Я же тоже пою. Я говорю, ну нужно еще позаниматься, нужно подготовиться, все-таки это серьезный конкурс. И она говорит, ладно, хорошо, поняла, повернулась ко мне, говорит, ты мне обещаешь, что я там была? Примерно это было так. И тогда я сказала, обещаю, и пришлось выполнять. Позанимались и подготовились усердно и эффективно, как и все, что делает Адель. Ее день расписан буквально по минутам. Многочасовые уроки вокала, занятия на скрипке и фортепиано, и, конечно, школа. После яркого выступления на «Голосе» юную звезду узнают на улице и уже даже брали автографы. Впрочем, на этом девочка, которую назвали в честь певицы Адель, останавливаться не собирается. А теперь какая у тебя мечта? Моя мечта – занять Грэмми. Поздравить победительницу приехал глава муниципалитета Алексей Спаски. В Развилковской детской школе искусств Адель встретила его, конечно же, песней. В непринужденной обстановке гости за чашкой чая поделились своими впечатлениями о том, как болели и переживали. В тот вечер многие жители округа были у экранов телевизоров. В завершении встречи Алексей Спаски подарил Адель сертификат на покупку скрипки. Спасибо! Впереди у девочки длинный творческий путь, и глава муниципалитета пожелал, чтобы он был ярким и удачным. Очень живой, одновременно, знаете, как, по-взрослому скажу, стрессоустойчивый и целеустремленный ребенок, с одной стороны. И важно, вот в моем пожелании я сказал, что тяжело забраться на город, важнее гораздо на ней удержаться. Блестящие вокальные данные и харизма. Всего этого недостаточно для успешной карьеры певицы. Большую роль играет педагог, который и репертуар подберет, и поможет подготовиться к конкурсам. Она очень работоспособная, она очень целеустремленная, она готова заниматься часами, при этом она совершенно не устает, и у нее это идет все абсолютно от чистого сердца. Отличные оценки у Адель Загребина и в общеобразовательной школе, даже несмотря на плотный график репетиций и выступлений. Независимо от того, что она очень много пропускает из-за концертов, эти репетиции, она умница, схватывает на лету. Поздравили Адель и ее одноклассники из Мисайловской школы номер один. Ребята в день финала шоу «Голос. Дети» не отходили от экранов телевизоров и радовались, что Адель стала лучшей. А как друг она? Какой? Великолепный. Почему? Потому что он самый лучший труд. Она пришла к нам после каникул, и так совпало то, что я села рядом с ней, и мы с ней как бы подружились. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям. Наши корреспонденты с радостью сделают сюжеты о новых победах Адели и Загребиной. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Виктория Филатова, Екатерина Давлятова. «Видное ТВ». В Коврове завершился Кубок России по мотоболу. В течение недели семь команд со всей страны сражались за звание лучших в этом виде спорта. Пройдя все этапы без единого поражения, Винновский «Металлург» привез главную награду домой. Все эти дни рядом с командой была наш корреспондент Юлия Погасьян. Большая часть Кубка России позади. «Металлург» вышел в полуфинал. Встретился с командой «Заря». Второй период закончился со счетом 5-1 в пользу видновчан, которые показывают прекрасный результат. Правда, матч травмоопасный. Два раза на поле выезжала скорая помощь к игрокам «Зарея». Основную часть встречи с «Зарей» от «Металлурга» выступала молодежь. Это те ребята, которых руководство команды начинает привлекать к взрослой игре. Отличительная особенность видновчан – растить смену ветеранам. Основной состав в первом периоде показал хорошую игру, забил 5 мячей, если не ошибаюсь. И дал поиграть молодежи. Мы выехали, тоже показали, что тоже что-то стоим. Полуфинал для «Металлурга» закончился победой со счетом 11-1. Сейчас на поле выезжает вторая группа команд. Встретятся и Падова, и Агрокомплекс. И выявится соперник «Металлурга» в финале. В день «Х» на стадионе «Мотодром» команда «Металлург» встретилась, как и предполагалось, с «Колосом». Интересной игре благоволит солнечная теплая погода. Второй период закончился ничьей – 1-1. Вплоть до четвертого периода капризная в этот день госпожа удача так и не могла решить, на чью в сторону встать. Ипатовцы действовали в привычной для себя манере. Проявляли агрессию, некорректное поведение на поле. Видно, в чане же держали оборону и пытались пробить ворота соперника. Судьбоносный четвертый период. После ничьей в 2-2 команда «Колос» забивает третий гол «Металлургу». И, казалось бы, итог встречи и, соответственно, Кубка России – понятие. Но на последних секундах Анатолий Касьянов сделал матч-реванш. Забил третий гол «Колосу». И теперь будет дополнительное время. Стоит отметить, что для Анатолия это был по-настоящему звездный матч. В дополнительные 15 минут игры именно он вывел «Металлург» в лидеры, отправив в ворота «Колоса». Четвертый завершающий мяч. Каждый финал, каждая команда была настроена по-другому. Нельзя даже сравнивать первую игру, которую мы выиграли 6-3, и финальную, потому что в отборочном можно оступиться, а это финал. Здесь права на ошибку нет, поэтому мы боролись до конца. И я думаю, что мы оправдали надежды и своих тренеров, и всю проделанную работу, которую мы провели в предсезонной подготовке. Мы выложились и доказали, что мы заслуженно выиграли этот кубок. «Кубок России» – это только часть мотобольного сезона. Впереди у ребят много игр, много сражений. Чемпионат России только, считайте, начался. И завершится он по традиции в сентябре. Поэтому мы продолжаем болеть за «Металлург», а сегодня их поздравляем с заслуженной победой. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Виднет-В. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!